Коллеги, добрый день! Меня зовут Ирина Чистова, я руководитель направления продвижения услуг НРД. Даниил Елфимов, начальник отдела инструментов долгового рынка и управления ликвидностью, управлением финансовых активов и финансовых обязательств. К нам присоединились коллеги из Санкт-Петербургской валютной биржи. Владимир Микитюк, заместитель управляющего, член правления Санкт-Петербургской валютной биржи. Коллеги, как обычно, в ходе вебинара вы можете задавать вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. Ну что, коллеги из Санкт-Петербурга, вы готовы? Готовы. Мы готовы, да. Готовы. Ну что ж, давайте начинать. Алина. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Мы рады приветствовать сегодня вас на нашей виртуальной площадке, где мы анонсируем запуск нового инструмента, РИПО, Комитета финансов Санкт-Петербурга с сервисами НРД. Комитет финансов Санкт-Петербурга первым из субъектов Российской Федерации начинает размещение ликвидности через операции РИПО с корзиной. Мы считаем, что момент для запуска выбран весьма удачно. Во-первых, на финансовом рынке уже сформировалась практика использования РИПО с корзиной Банка России и Федерального казначейства. При этом учетная и расчетная инфраструктура НРД – это доверенная платформа, проверенная и отточенная временем, успешно функционирует с 2013 года. Трехсторонние сервисы автоматизируют расчеты и обслуживание всех событий по сделке на протяжении всей ее жизни. При этом участники будут использовать стандартные форматы и получать отчетность, к которым наши текущие клиенты уже привыкли. Во-вторых, мы ожидаем положительный эффект для участников рынка, у которых появится дополнительный источник ликвидности. Возможность выбора – это всегда хорошо. Кроме того, использование РИПО предполагает привлечение более широкого круга заемщиков, в отличие от депозитов. А низкий уровень минимального лота при отборе заявок, что анонсирует Комитет финансов, делает данный инструмент более привлекательным для небольших банков. За более детальными подробностями хотели бы обратиться к первоисточнику. Мы рады приветствовать наших коллег из Комитета финансов Санкт-Петербурга и Владимира, Санкт-Петербургская валютная биржа. И передаю слово Наталье Владимировне Салмановой, начальнику управления финансовых активов и обязательств Комитета финансов. Спасибо. Добрый день, коллеги. Я хотела бы передать слово для вступительного обращения нашему заместителю-председателю Ольгизиной Левнихафизовой. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада всех приветствовать. Спасибо большое, что присоединились к нашему вебинару и заинтересовались нашим новым инструментом, который мы готовы в ближайшее время предложить для работы. В общем-то, я думаю, все уже давно знакомы с тем инструментом, который у нас развивается уже не один год. Это депозиты, которые мы размещаем на базе нашей Санкт-Петербургской валютной биржи. Инструмент, безусловно, удобный, хороший, пользуется популярностью в целом. Но при этом прекрасно мы все понимаем, что, как у любого инструмента, у него есть, безусловно, свои минусы и свои плюсы. Соответственно, для нас один из минусов – это то, что действительно у нас есть достаточно жесткие ограничения на перечень тех участников, которые могут участвовать при размещении наших депозитов на бирже. Есть жесткие требования к банкам. Не все банки, к сожалению, могут выйти на этот рынок и привлекать средства таким способом. Соответственно, мы пытаемся двигаться дальше, развивать этот рынок по управлению нашей ликвидностью. И хотим предложить новый инструмент, который обеспечит и для нас более широкий перечень банков, которые смогут уже участвовать при размещении наших денег на бирже. И, я думаю, для банков это тоже будет интересно, поскольку смогут уже привлекать деньги, возможно, на более хороших условиях. И, безусловно, для нас это и сокращение тех рисков, которые возникают при размещении денег, поскольку, безусловно, данные сделки будут обеспечены ценными бумагами. Если в целом говорить по данному инструменту, я думаю, как бы в том числе все прекрасно понимают, почему этот инструмент вот таким образом структурирован, скажем так. То есть мы пытаемся развивать именно его на базе нашей биржи. И, скажем так, это будет инструмент внебиржевой. Мы пытаемся уйти от привлечения брокера, поскольку речь идет именно об операциях с ценными бумагами. И я надеюсь, что все-таки данный инструмент, вот он как для нас будет удобен, так и для банка в целом. Ну, вот если коротко, это все. Я думаю, что еще будет там достаточно много вопросов от наших коллег, и мы уже обсудим это в дальнейшем, все технические вопросы. Спасибо. Спасибо. Я хотела бы рассказать о требованиях банком, с которыми Комитет финансов готов заключать договоры РИПО. Это требования, а не аналогичные требования, которые установлены федеральным казначейством, и за небольшим исключением, что мы допускаем еще к заключению договоров РИПО центрального контрагента. Национальный клиринговый центр. То есть, требования являются, одним из требований является наличие универсальной банковской лицензии, собственных средств у капитала в размере не менее 1 миллиарда рублей, отсутствие у критерной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств бюджета, или неисполненных обязательств по договорам РИПО. И между Комитетом финансов и Санкт-Петербургской валютной биржи и критерной организацией заключено генеральное соглашение. Для заключения генерального соглашения критерные организации должны подать в комплект документов определенных в Комитет финансов. Это обращение по установленной форме оригинал выпуски из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированный не ранее, чем за 30 дней до даты подачи документов. Оригиналку или копию нотариально заверенной доверенности лица на осуществление действий от имени критерной организации при рассмотрении вопросов о заключении генерального соглашения, заверенная копия лицензии Центрального банка на осуществление банковских операций, форма 123 расчет собственных средств и сведения об уполномоченных лицах критерной организации для включения в генеральное соглашение. Комитет финансов в течение незначительного срока рассматривает все документы и подписывает со своей стороны генеральное соглашение и уже направляет его к критерной организации для подписания. Последним подписывает генеральное соглашение валютная биржа, присваивает участнику код. И, собственно, вот затем банк должен осуществить некоторые действия, заключить необходимые договоры, о которых расскажут наши коллеги. В общем-то, вот и, в принципе, таким образом нужно начинать операции РИПО. Мы планируем примерные наши параметры операции. Это, как бы, можно определить такие, что срок сделок планируется от 7 до 35 дней. Подача заявок будет осуществляться через валютную биржу. Доступное обеспечение – это только ОФЗ, сфиксированным купонным доходом. Вот, по данным сайта Сибонс, сейчас в обращении таких облигаций находится более 5 триллионов рублей. Другие облигации, то есть, вот, например, у корзина ОФЗ стоит, в том числе и из облигаций федерального взаима для населения, инфляционных облигаций, облигаций с переменным купоном, а также облигаций с амортизацией долга, которые использованы АСВ для декапитализации банков мыть, и облигаций принимать в залог непланируемый. В дальнейшем также рассматривается возможность принятия в залог облигаций Санкт-Петербурга государственных, но есть некоторые технические моменты, которые нужно урегулировать, и в дальнейшем, то есть, возможно, что мы их включим в нашу корзину. Так, реализация компенсационного износа только в ценных бумагах, соответственно, не подбираются ценные бумаги с предстоящими корпоративными действиями и купонными выплатами. Дисконт планируется в размере 5% для всех выпусков от рыночной стоимости. Допустимый уровень переоценки 5% от суммы сделки. Типы расчетов Today и T+, N. Ну, я думаю, что как бы T+, 1, не больше. Минимальная сумма заявки планируется установить в размере 1 миллиона рублей. И также хотелось бы согласовать с участниками рынка комфортные сроки исполнения второй части сделки. То есть, мы планируем, что проводить отбор заявок мы будем с некой периодичностью. Для того, чтобы быть предсказуемым, то есть, планируется проводить отбор заявок, ну, хотя бы раз в неделю, мы определим день единый для проведения отбора заявок. И, в принципе, вот планируемый регламент проведения отбора заявок можно посмотреть на презентации. В общем-то, вот... Коллеги, мы презентацию вашу пока не видели. Я правильно понимаю, что вы потом ее включим, и потом мы ее выложим на наш сайт? Я еще раз напоминаю нашим коллегам, которые нас смотрят. Презентацию не выводим. Да, мы ее прислали, в принципе. То есть, она не транслируется. Ее не видно, да? Нет, вы все прекрасно рассказываете. Презентацию мы потом выложим, и коллеги посмотрят еще раз дополнительно. Все то, что вы рассказали, они смогут увидеть на презентации. Я сейчас передаю слово Владимиру Петровичу Никитику. Он расскажет свою часть. Добрый день, кем-то нас слушает. Ну, раз презентации не видно, я думаю, что... Владимир Петрович, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы на своей стороне можете включить? Если нет, мы включим на своей стороне презентацию. Как вам комфортно? Сейчас попробуем. Ну, мы пытались включить свою, по крайней мере. То есть, мы ее видели? Мы видели, да, вы не видели, получается. Демонстрация экрана. Коллеги, вы в скайпе можете включить демонстрацию экрана, и презентация появится на экране. Сейчас видно презентацию? Нет, коллеги, пока не видно. Если хотите, мы можем включить у себя презентацию. Тогда наши слушатели будут видеть презентацию и слышать голос Владимира. Так, а вот сейчас... Мы включаем тогда презентацию на своей стороне. Конечно. Да, да, да. Включили, коллеги, слушаем вас. Вам видно презентацию? Добрый день. Да, я беру, продолжая слово, которое открыла Наталья по поводу того, что Комитет финансов ищет возможность для расширения спектра возможных инструментов. И это вот еще один, значит, третий логический шаг для расширения. То есть от депозитов и от выпуска облигаций Комитет финансов получает еще один инструмент в виде операции РИПО для того, чтобы можно было размещать временно свободные средства бюджета. Если говорить о нас, то... Пошла презентация, да? Да, да, пошла. А, ну и хорошо. Если говорить о технологии, то технология изначально, когда проект начинался, мы говорили о том, что мы будем делать небиржевой рынок. РИПО как раз для того, чтобы Комитет мог выходить на рынок напрямую как брокер, как они сейчас, без брокера, как сейчас Комитет работает со своими депозитами. И, кроме того, хотели использовать те наработки, которые были и у Центрального банка в части организации операции РИПО, и у ОНРД в части клиринга и управления обеспечением. Поскольку эти элементы пазла складываются в одно целое, то технология, для тех, кто работает с РИПО ЦБ, технология ничуть не изменяется. Наша функция, собственно говоря, она достаточно узкая в этом проекте. Мы занимаемся тем, что организуем сбор заявок, организуем контроль лимитов, организуем контроль за деятельностью представителей и участников отбора заявок и организуем документы оборот от сбора заявок до завершения этой сделки. После того, как первая часть РИПО уже завершена, соответственно, валютная биржа не участвует в качестве участника, какого-то агента или стороны в дальнейших правоотношениях. Дальше уже начинается зона действия НРД, о которой потом коллеги расскажут. А для нас и для вас, то, что нам кажется важным, то такие вот три основные моменты. Сбор заявок в электронной виде. Для тех, кто сейчас участвует на рынке депозитов, тоже не будет ничего нового. Там та же самая торговая система, только другой этап, другая закладочка в окне заявок. Остальные объекты те же самые. Соответственно, для тех, кто сейчас уже имеет технический доступ, для них ничего дополнительно предпринимать не нужно. Хуже будет для тех, кто не имеет никаких отношений с нашей организацией, потому что для них необходимо будет немножко напрячься и организовать доступ к торговой системе. Не могу сказать, что это очень долгая история. Обычно за неделю все необходимые процедуры делаются. Далее, у конкретики. И чтобы долго не рассказывать и оставить больше времени на доклад НРД и ответы на вопросы, самый, наверное, в текущем моменте актуальный вопрос – это как подключиться. Мы у себя на сайте в разделе «Фондовый рынок» сделали отдельную закладку, которая называется «Операция или по Комитету финансов». И там достаточно подробно описана дорожная карта для подключения для участников различного статуса – для клиентов биржи и неклиентов биржи. Что нужно сделать? Если достаточно стандартная операция, то есть еще раз подчеркну, что скорее всего на первом этапе подключаться к операциям те, кто уже работает с депозитами, для них минимальный объем работы надо будет сделать, просто подписать еще одно соглашение о участии в отборе заявок. Да, подчеркну. Поскольку это заключение заявок на внебиржевом рынке, то наша внутренняя нормативная база, она не используется, поэтому требуется заключение этого соглашения. И далее, ну вот если видно, там можно посмотреть последнюю схемку. Да, это, собственно, те экраны, которые есть. А последняя схемка – это общая схема наших действий до момента, когда включается NRD в процесс с клирингом и подбором обеспечения. Вот как вы видите, существует электронный документ оборот, но он существует только на стороне биржи комитета и NRD. А что касается участников, то он взаимодействует только с одной системой. Это система бора заявок или торговой системы. На этом все. Я думаю, что вопросы потом появятся. Я даже предполагаю, какие это будут вопросы, но оставим их на потом. Я заканчиваю свою презентацию и хотел бы передать слово Москве. Москва на связи. Владимир, спасибо большое. Продолжим тогда говорить о деталях. Сейчас появится наша презентация. И что бы хотелось добавить. Как повторюсь, система управления обеспечением NRD давно зарекомендовала себя в операциях РИПО с глобальными кредиторами. И в новом продукте будут использованы те же технологии. Тот же автоматический подбор. Вы сможете гибко управлять приоритетами при помощи маркирования ценных бумаг. Ежедневная переоценка будет осуществляться по актуальным ценам. Возможность замены ценных бумаг в обеспечении, что очень удобно при заключении сделок РИПО более чем на один день. И особенно критично на длинные сроки. NRD, как и в других операциях РИПО с глобальными кредиторами, отправляет за участников отчетность в репозитарии, действуя как информирующее лицо по данным операциям. Отчетность и поручения остаются неизменными. Те же самые форматы, которые текущие участники уже адаптировали для себя. Это и поручения на маркирование, поручения на замену ценных бумаг. Актуальные открытые сделки и статус их обеспечения. Всю эту информацию вы можете найти в веб-кабинете РИПО. Хотели бы еще раз обратить внимание на то, что бумаги с предстоящей купонной выплаты не будут подбираться в корзину обеспечения комитета. В ближайшее время на нашем сайте в разделе «Услуги» параметры сделок РИПО «Состав корзины и цены по сделкам РИПО глобальных кредиторов» появится новая корзина комитета финансового Санкт-Петербурга с идентификатором «JC-SPB-BONS». Данная информация будет содержать все параметры по бумагам, дисконты, цены, трэш-холд устанавливаемым комитетом. А также вы можете использовать этот ресурс для отслеживания дат по корпоративным действиям, чтобы правильно подбирать бумаги. Сейчас продолжим говорить о деталях по маркированию и по нюансам, нововведениям. Передаю слово коллеге Анне Шульге. Добрый день всем, кто присоединился к нашему вебинару. Мы опять вернулись в Москву. И сейчас я хотела бы рассказать вам такие подробности, как документарное подключение, то есть какие документы вам нужно будет подать, какие поручения, отличия по отчетности и рассказать про тарифную модель НРД, которая будет применена к данному продукту. Если говорить о необходимых действиях по документарной части, то тут тем участникам, которые уже работают с нами по РИПО Федеральному казначейству и РИПО Банки России, тут делать ничего с документарной точки зрения не нужно. Никаких дополнительных соглашений заключать, ничего. То есть вам нужно будет только обновить в кабинете анкету маркирования, но о ней я расскажу чуть позже. Тем участникам, которые не заключили с нами, не работали по РИПО Банка России и Федеральному казначейству, и, скорее всего, у вас нет договоров на клиринг и управление обеспечением, вам нужно обратиться к вашим клиентским менеджерам, и они с удовольствием помогут подать пакет документов и заключить соответствующий договор, это несложно. И на последней странице нашей презентации останутся контакты, все контакты, по которым вы можете обращаться, ваших клиентских менеджеров и комитет финансов Санкт-Петербурга, также и Санкт-Петербургская валютная биржа. Что еще хотелось бы сказать по документам? Если вы, например, не являетесь депонентом НРД, то также на последней странице будут приведены контакты, куда можно сделать первичное обращение и стать депонентом. Я думаю, таких зрителей вебинара сейчас у нас не очень много, но в любом случае для вас тоже поможем заключить соответствующие договоры. Переходя к следующему слайду, касаясь темы новых реквизитов в веб-кабинете для комитета финансов Санкт-Петербурга, хотелось бы остановиться, это останется потом в презентации, можно будет посмотреть и идентифицировать комитет, найдя в презентации соответствующую страницу или порядке СУО. Алина уже говорила, что нужно будет обновить анкету маркирования, там появится, вот сейчас на слайде видно страничка маркирования, это из теста, скрин, и скоро такое появится у нас на проде, соответственно, вы там находите страничку дополнительную, которая называется комитет финансов Санкт-Петербурга, маркируете по-прежнему со своими приоритетами бумаги для данной группы сделок, их корзины, и устанавливаете свои приоритеты, и все, соответственно, дальше больше ничего с этим делать не нужно. По отчетности и, например, для других поручений, вы также можете посмотреть, что приведены на слайде код типа генерального соглашения, код группы сделок, который появляется новая для данной группы сделок, и код контрагента, который довольно длинный, тоже не буду произносить, но вы сможете идентифицировать, всегда настроить ваше программное обеспечение под эти сделки, или если вы вручную разбираете отчетность, вам также будет довольно просто идентифицировать отчетность в кабинете. И теперь о тарифной модели, хотелось бы сказать. Тут, опять же, не буду повторяться, у нас ничего не меняется. Такая же тарифная модель, действующие ваши тарифные планы применяются, как для РИПО, федерального казначейства, вы сейчас используете, такие же будут применены и для комитета финансов Санкт-Петербурга. Соответственно, вот тот тарифный план, который вы уже имеете в группе, он будет распространяться и на этот вид сделок. Найти его всегда можно, тарифы наши публичные, они расположены в разделе тарифы, тарифы НРД, и это два тарифа за клиринговое обслуживание и управление обеспечением. Там, соответственно, вы находите графу РИПО с государственным кредитором на внебиржевых торгах, так как комитет финансов у нас государственный кредитор, и торги, как говорили коллеги из комитета, внебиржевые. Находите свой тарифный план, и такой тариф будет применяться к вашим сделкам. Для новых клиентов, которые еще не имеют тарифного плана в группе Московская биржа, будет применяться тарифный план РИПО 0. Соответственно, комиссия рассчитывается так, как прежде, берется по тарифному плану процент, умножается на количество дней сделки, и обращаем внимание, что взимается тариф ровно в тот месяц, когда у вас рассчитывается вторая часть. То есть, если у вас была длинная сделка на 2-3 месяца, то в счете за последний месяц вы получите соответствующую, как раз увидите эту сумму. Традиционно взимается комиссия за информирующее лицо, это 100 рублей в год, номинальная комиссия, она взимается не позднее 30 декабря каждого года. И хотелось бы сказать о приятном по тарифам. У нас сейчас до конца мая с начала запуска установлен маркетинговый период. То есть, по всем сделкам, заключенным в мае, независимо от их срока и когда у них рассчитывается вторая часть, комиссии НРД взиматься не будет. То есть, комиссия за клиринг ИСУ устанавливается как моль, и вы не платите за обслуживание в НРД. Это по сделкам, заключенным в мае, еще раз повторюсь. По тарифам, ну то есть, еще раз, тарифные планы применяются все те же самые. В общем, тут никаких изменений нет, кроме того, что маркетинговый период длится до конца мая. На последней странице нашей презентации мы оставили контакты на всякий случай, потому что наверняка потом возникнет много вопросов, которые сейчас еще не поступили. и там можно найти контакты и коллег из Санкт-Петербурга, и вот из Москвы, соответственно, вы можете обращаться по телефонам и имейлам, указанным в нашей презентации. У меня все, наверняка там вопросы у нас уже поступили. Коллеги, у нас есть несколько вопросов. Планируете ли вы вводить плавающие ставки для РИПО? Если да, то какие индикаторы будут? В настоящее время, для первоначального этапа, когда мы запускаем только такой новый инструмент, мы планируем использовать постоянную или фиксированную, как для участников, больше понятная ставка. То есть мы при проведении отбора заявок будем торговать эту ставку, и она будет постоянной для всего срока действия договора РИПО. В дальнейшем мы не исключаем возможность, что для более длинных инструментов логично использовать плавающую ставку. И возможно, что за основу мы будем брать тот же индикатор, что и федеральное казначейство, это РИОНИ и норматив по резервированию. Возможно, мы можем в дальнейшем, не исключая возможности использования каких-то других индикаторов. Но на наш взгляд, привязка к РИОНИ очень обоснованная. – Спасибо. – Коллеги, еще один вопрос. Сколько раз в неделю будут проводиться аукционы? – Будем говорить, что это не совсем аукционы, отбор заявок, но по типу аукциона. На первое время мы рассматриваем пока один раз в неделю. Мы, так скажем, в тестовом режиме, можно так сказать, пока рассматриваем один раз в неделю. То есть, как бы, можем рассмотреть возможность… Ну, и все здесь зависит, конечно, от возможности бюджета, потому что, как бы, вот эти объемы средств, которые мы можем размещать, мы, как бы, определяем, исходя из возможностей бюджета. Если в бюджете будут свободные остатки, то, собственно, ну, вот два момента вот здесь, конечно, очень повлияет на это. – Спасибо, коллеги. Разверните, пожалуйста, свое видео, а то мы вас видим только в окошке. Картинку на скайпе переключите, пожалуйста, на себя. – Не, не удалось, что-то картинку, что-то у нас в картинке. – На видео переключите, пожалуйста, картинку. – Хорошо, коллеги. – Да, это да. – Временные регламенты аукционов расскажите, пожалуйста. – Я думаю, что мы будем придерживаться таких же временных регламентов, как и у нас по депозитам. То есть, первые торги, если это отбор заявок по типу аукционов, мы начинаем в 10 часов утра, и, в принципе, мы можем торговать до 16 часов, но я думаю, что, поскольку по депозитам мы можем в один день проводить несколько торгов, разные инструменты, а здесь, я думаю, что мы пока будем по одному инструменту размещать. Поэтому, скорее всего, это будет с утра в 10 часов будет начало проведения отбора заявок. – Коллеги, мы вас видим. Наши коллеги, которые смотрят сейчас вебинар, просят нас о том, чтобы временные регламенты не совпадали с временем проведения аукционов федерального казначейства России. Если можно такое предложение рассмотреть, было бы очень здорово. – Ну да, и у федерального казначейства, то есть, у него, он три раза в неделю, то есть, по данным мониторингу получается где-то в среда, в четверг, в пятницу, по-моему, так. То есть, конечно, в те дни, когда федеральные казначейства проводят размещение, да, у нас, как бы, очень удачно все, как бы, по депозитам складывается, вот, учитывая их колоссальные объемы. Вот, да, хорошо, мы примем это к сведению. – Спасибо. Еще один вопрос. На какие сроки планируются сделки и планируются ли на долгие сроки? – Ну, вот, мы сейчас, вот, в данное время планируем, что это будет от 7 до 35 дней, потому что среднеизвешенный срок размещения средств на депозитах, вот, в этом году, у нас составляет 9 дней. В принципе, у нас нет очень длинных денег свободных, поэтому, вот, пока очень длинные инструменты мы не рассматриваем, то есть, это вот от 7 до 35 дней. То есть, очень короткие деньги, там, овернайты, как правило, мы размещаем в депозитном, удобнее оперативно там провести, перегнать деньги из бюджета для расчетов по сделкам по депозитам на валютной бирже, поэтому вот, пока что вот так. То есть, мы пробуем, мы начинаем, поэтому… – Спасибо, коллеги. Еще один вопрос. Планируется ли расширение обеспечения иными инструментами, кроме ОФЗ? – Да, мы планируем, мы рассматриваем возможность включения в корзину государственных облигаций Санкт-Петербурга, просто нужно некоторые уладить формальности, а облигации корпоративных эмитентов мы не рассматриваем пока. Может быть, в дальнейшей перспективе мы и будем принимать, но пока что это ОФЗ и, как бы, вот, собственные бумаги. – Ну, если потом, по нашим оценкам, потребуется действительно расширение каких-то там вот и включение новых бумаг, учитывая, там, например, низкую ликвидность данного инструмента, ну, вернее, низкую популярность, возможно, мы рассмотрим и такой вариант, чтобы как-то все-таки вовлечь… – Да, большее количество участников. – Ну, то, что касается, вот, были вопросы от потенциальных участников нашего вебинара о принятии в обеспечении облигаций Банка России, здесь, как бы, существуют ограничения на законодательном уровне, и это должно быть принято соответствующее решение регулятора, чтобы, как бы, изменить условия обращения этих облигаций, которые позволяли бы передавать эти облигации не кредитным организациям. – Коллеги, спасибо, пожалуйста. Еще несколько слов, возможно, кто-то из наших коллег присоединился чуть позже, по перечню документов для заключения генерального соглашения. Еще раз, пожалуйста, озвучьте. – Ну, во-первых, вся информация размещена у нас на сайте, и для подачи, для заключения генерального соглашения нужно подать обращение по установленной форме. Форма обращения и перечень документов утверждены распоряжением Комитета финансов номер 102Р от 15 ноября 2018 года. Это обращение, выписка из ЮГРЛ, копия лицензии, расчет собственных средств, перечень уполномоченных лиц, которые для включения в генеральное соглашение. – Да, и копия доверенности, если от имени критной организации действует не первое лицо, которое не указано в выпуске из ЮГРЛ. – Коллеги, спасибо большое. – На данном этапе у нас вопросов больше нет. Если вопросы появятся, пожалуйста, обращайтесь, пишите. Все контакты вы знаете. Контакты также указаны будут и в презентации. Вы можете обращаться к нам и к коллегам из Санкт-Петербурга. Хочу еще раз сказать, что 23-го числа будет проходить очный семинар на территории Комитета финансов. И, пожалуйста, всех просим, в 15 часов он будет, поэтому всех просим присоединяться, где коллеги еще раз могут рассказать о своем сервисе. Регистрация проходит на сайте Комитета финансов. Пожалуйста, ждем вас. – Коллеги, я благодарю всех спикеров, которые сегодня участвовали в семинаре. Коллегам из Санкт-Петербурга, которые первый раз у нас участвовали в подобном мероприятии. Большое вам спасибо. Нашим, естественно, тоже коллегам большое спасибо. Ну что ж, до новых встреч. Большое спасибо за участие. Всего доброго. – Спасибо участникам. – До свидания.